Новая жизнь стадиона Торпедо. Главное спортивное сооружение городского округа Люберцы готовится к реконструкции. О масштабном проекте нашей съемочной группе подробно рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терешков. Роман Игоревич, мы находимся сейчас на стадионе Торпедо. Обсуждается проект его реконструкции. Для Люберец это огромное событие. Расскажите, что здесь будет и каковы планы? Наш большой шаг, наша большая цель это реновация нашего центрального стадиона, стадиона Торпедо, который находится в центральной части города. Мы знаем то, что в ближайшее время закончится реконструкция Октябрьского проспекта. Здесь будет хорошая современная магистраль, это будет удобство для того, чтобы наши спортсмены, любители спорта сюда могли добраться. И конечно же хочется привести в соответствие и этот центральный спортивный объект. Мы здесь планируем сейчас и создаем концепцию. Это будет хорошее современное поле с искусственным покрытием, с подогревом. Трибуны с под трибуном помещением, где мы можем разместить хорошие комфортные раздевалки. Разминочные залы, тренажерные залы. И конечно у нас есть наш Фок Спартак, который Дэвид Яковлевич Берлин еще закладывал в свое время, где занимаются наши баскетболисты. И конечно для них хочется построить тоже новый дом. И в рамках концепции мы хотим здесь разместить физкультурно-воздоровительный комплекс с баскетбольным залом, игровым, для того, чтобы спортивная школа получила свой хороший, новый, современный дом. Также Люберцы это территория спорта. Мы знаем, что здесь любят металл, любят штанги, качают металл. И конечно же мы встречались с нашими Люберами для того, чтобы обсудить, какие им нужны площадки. Договорились, что должна быть хорошая, современная, большая площадка для работы с открытыми весами, потому что это действительно востребовано здесь. В рамках концепции мы хотим заложить и такую площадку здесь, в рамках реновации нашего стадиона. Ну и конечно же стадион граничит с культурой. Дом культур рядом находится. К сожалению, из-за пандемии средства были передвинуты на более поздний срок. Наша задача в ближайшее время вернуть денежные средства, предусмотренные на реконструкцию дома культуры, с пристройкой хореографической школы. И вот этот вот кластер, в котором также будут размещаться наши художественные гимнастки, получат, я думаю, такую точку притяжения, которой нет ни в одном городском округе, где будет совмещен современный хороший дом культуры, хореографическая школа, центральное ядро спортивное, физкультурно-раздоровительный комплекс с игровым залом. Вот это вот все в наших планах за ближайшие пять лет выполнено для того, чтобы здесь появился центр спорта. Помимо центральных стадионов, есть центральные стадионы в наших отдаленных территориях, в наших поселках. Мы сейчас, было большое количество обращений наших жителей из Красково, стадион «Электрон». Действительно находится в достаточно уже изношенном состоянии, хотя, несмотря на то, что это натуральная трава, попросили жителей сделать его круглогодичным, поменять покрытие, сделать хороший современный ковер искусственный, сделать беговые дорожки, сделать трибуны для того, чтобы смотреть за игрой любимой команды. А там действительно любят футбол, играют в футбол. Мы эти работы в феврале запланировали в государственной программе. Сейчас у нас уже прошли конкурсные процедуры, и подрядчик выходит на объект и начинает, уже приступает к центру в Красково. Ну, на таких красивых обновленных стадионах наверняка будет проходить много спортивных праздников. Расскажите, какие события нас ждут в ближайшем будущем? Люберцы – территория спорта. Действительно, так многие говорят. Здесь и дворовый спорт, и спортсмены соревнуются в рамках чемпионатов Перюнст, Московской области, городского округа. И, конечно, не оставляет никого равнодушным и занятия физкультуры и спорта для них предусмотрены, для любителей хорошие спортивные события. Первое, ближайшее, пройдет у нас здесь, у Дворца спорта «Триумф». Это будет День физкультурника, наш профессиональный праздник, который будет насыщен активностями спортивными, в которых могут принимать участие все заинтересованные. Кто любит спорт, живет спортом. Это очень важно. И нас попросили также сюда в этом году из Ногинска перенести кубок Давида Яковлевича Берлина, который проходит традиционно у нас на территории Московской области. Больше 100 тысяч человек принимают участие в отборочных турнирах. И на финальную часть приезжает порядка двух тысяч человек. Это уличный баскетбол, стритбол, который очень востребован у молодежи, и в который с удовольствием играют и их родители, и родители-родители, потому что у нас самая, так скажем, профессиональная пара, самая старшая пара была, пара не пара, а тройка игроков, потому что пара была семейная, им уже было далеко за 70. Они тоже приезжали, играли с удовольствием. Это интересный динамичный вид спорта. Приезжают с семьями, играют, болеют, приезжают со всех муниципалитетов. Поэтому этот праздник мы получим в ближайшее время здесь у нас на территории Люберца.